Формирование отечественного живописного пейзажа связано с именем Федора Алексеева. Сын сторожа Академии наук, с 1766 года он учился в Академии художеств, сначала в живописи цветов, с 1772-1773 пейзажной живописи. В 1773 году Федор Алексеев отправился в поездку в Венецию для совершенствования перспективной живописи. Там же молодой художник самостоятельно изучал видоту, разновидность городского пейзажа, отличающуюся предельной документальной точностью изображения. Только в 1794 году он был официально признан пейзажистом. Вскоре Алексеев прославился как автор живописных видов Петербурга и Москвы. С 1803 года он руководил классом специально созданного перспективного класса. Морской пейзаж является парным к пейзажу из коллекции Государственной Тертиковской галереи. Он написан с оригинала немецкого художника Хаггерта и представляет собой пример распространенной в России в 18 веке практики копирования иностранных произведений. Пейзаж второй половины 18 века, говорящий на языке классицизма, создает мир упорядоченный, уравновешенный, освещенный ясным, спокойным светом. Точно подробно здесь передаются детали архитектуры, костюмов, корабельной оснастки. В то же время к достоинствам работы можно отнести создание общей атмосферы достоверной свето-воздушной среды и, конечно же, особую эмоциональность в написании неба, свойственную Алексею. В составе коллекции переданы в дар Арнинг Зайцевой в 1980 году. Известный отечественный исследователь Федор Давыдов восхищался пейзажем, исследуя коллекцию Арнинга. Морской пейзаж был определен как один из первых подписных пейзажей Алексеева. Исследователь опубликовал работу в монографии «Русский пейзаж XVIII – начало XIX века» в 1953 году. Затем в монографии Федора Алексеевича Алексеева в 1955 году. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok